Девочки, доброе утро! Я сейчас буду заваривать свой чай. Чай у меня сегодня будет зелёный. Он уже составлен как бы. Это готовый зелёный чай с розой. Это мне когда-то подруга моей дочери привозила и дарила. И я, вы знаете, что я решила попробовать заварить розовые, добавить розы, но только не в высушенном виде, а вот эти свеженькие. Это у меня мадмуазель Миян. Очень-очень ароматная роза. Вот. Они у меня были собраны ещё, эти цветочки, до того, как я прошла с продуктами от грибка. Поэтому, смотрите, вот так набью мешочек. Послушайте, ну, если мы завариваем свежую мяту, почему бы не попробовать заварить свежие розы? Правда же? Вот. Поэтому мешочек вот такой приготовила. Чайник свой. Я залила кипятком. У меня сегодня будет всё вокруг розы. Я сейчас буду ещё начинать варить варенье из лепестков роз, которые я перемяла ещё уже, я не знаю, когда там я вам показывала, я собирала лепестки роз. Не помню. Должен, наверное, дней 5-6 и никак не дотянутся руки. Но, видите, я когда изучала, как варить варенье, вот, было написано, смотрите, это вот я сейчас просто в мешочек, ещё в один, насыплю сейчас две чайных ложечки чая зелёного с розой. Вот. И заварю себе чайок. И тогда вам скажу результат. Можно ли заваривать свежую розу. Это у меня стоят букеты. Это пьердрансарк, который я вчера стригла розы. Вот такие вот, это были прям грозди, вот эти вот ветки. Здесь вот срезаны, это одна веточка. Здесь, представьте, сколько было роз. Сумасшествие просто какое-то этого зефира. Ну, такой немножечко неряшливый, но зато натуральный. Вот такая вот бутылочка у меня, такая вазочка специальная. Вот моя хорошая, поэтому завариваю я в своём чайничке из мустье. Вот там вот в пакетиках. Водичка у меня 90 градусов. Она закипела, вот я её. То есть она кипячёная, и я потом её до 90 градусов довела, и всё. Вот пусть стоит, настаивается. А где крышечка? А я займусь сейчас чем-нибудь другим. Это вот все мои мадмуазелицы, мои миянки. Там вот, смотрю, с ресничками. Вот, пускай высыхает. Я её сложу отдельно в коробочку. И я сегодня обрезала, тут вот прям на террасе было это, как краун Маргарета, принцесса Маргарета. Ой, тоже, девочка, какая она ароматная. Единственное, что вот светлые розы, вот сейчас мы посмотрим, как они будут высыхать. Они такие, знаете, иногда очень желтеют, даже не желтеют, а коричневеют, что не очень красиво. Вот, и смотрите, как к тему дня сегодня, Мария сейчас сходила, принёс, пришло предложение на мои чаи, я подписана на чай. Смотрите, какой прекрасный чайник. Я бы не отказалась от такого. Но я не знаю, что, дают ли они каждый раз подарки. Вот, надо посмотреть. Девочки, чаи, 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 это просто какое-то безумие. я всё время хочу чаёв, и я их покупаю без памяти, у меня их очень много. Некоторые я не успеваю выпивать. Ну, послушайте, вот такие дела у меня. ну и наконец-то я варю своё варенье. Послушайте, я его довела до такого маленького-маленького кипения. Видите, сколько там сока. Вот, и поставила на 15 минут. 15 минут оно у меня проварится. Здесь у меня всего 800 граммов килограмм лепестков розы, перетёртые с 800 граммами сахара рыжего и белого. И я не могу добавить ничего больше, потому что потом у меня будет вот такой специальный сахар, который желирует наше варенье, наш конфитюр. И его можно варить только в течение 5 минут и сразу разливать по горячим банкам. Поэтому у меня лепестки будут вариться вот в этом сиропе. И потом я, когда добавлю вот этот специальный сахар, ещё 5 минут и по баночкам. Ну, вот такой у меня свой рецепт, потому что если я сейчас добавлю весь сахар, то мне нужно его разливать по банкам и варенье ещё не готово. Я начала варить варенье. Вы посмотрите, прошла неделя, как я делала эти лепестки, а цвет вообще не поменялся. То есть много розы, всё насыщенно. Девочки, у меня заварился мой чай, зелёный чай с розой и с лепестками свежих роз мадемуазель миа. И посмотрите, я сегодня буду пить вот из такой прекрасной чашечки. Я привезла из Беларуси, забрала своей дочери замечательная чашка. Чашка подходит, мотив. И вот здесь у меня, девочка, перетёртые просто лепестки. Я вот для эксперимента оставлю это в холодильник и с сахаром. И вот это я себе отложила чуть-чуть, попить чайку, попробовать. И сюда я добавила, у меня ещё варится варенье с клубникой, собственной клубникой, ну, пол-литра, наверное, будет. И я где-то видела рецепт, что можно делать лепестки с клубникой, розовые лепестки. Вот хочу попробовать на вкус, и может быть, я ещё такое и сделаю. Ну что, девочки, пробую лепестки. Это перетёртые лепестки, это непроваренные. С клубничным вареньем. О, ну, конечно. С сиропом из клубничного варенья. Ммм, вообще прелесть. Ммм, хорошая идея. Послушайте, может быть, мне взять и ещё там немножко ягодок насобираю, просто заварю и добавлю в конце в это варенье в розовое. Тоже будет вкусно. Либо разделю, сварю сейчас варенье и в одну из частей добавлю клубнику. Девочки, ну, это очень-очень вкусно. Единственное, что я не знаю, мне бы хотелось вытащить лепестки, но если я вытащу лепестки, от варенья ничего не останется. Ммм, и мои же лепестки всё-таки, они же пропитаны сахаром. Ммм, девочки, вкуснятина. Вот, девочки, разливаю горячее варенье сразу по баночкам. Ну, это такое, не знаю, посмотрю, как работает. Я в прошлый раз брала сахар для конфитюра, а этот раз сахар для желе, вот именно который, ой, наляпала на полотенце, именно который добавляют, вот надо выжимать сок, заваривать этот сок и потом размешивать сахар с соком, вот этот сахар, который я вам только что показала, и только потом уже его разливать быстренько горячим. Варится ровно пять минут. Вот сахар для конфитюра очень-очень хорошо сработал, вот просто прекрасно, такой вкусный получился конфитюр, и там было добавлено, я видела, лимонная кислота. Смотрите, какая красотища. Ну, правда, я там, так, девочки, мне горячо. Вот, девочки, я не знаю, если честно, если во Франции, ой, у вас такие, девчонки, ну, не знаю, как взять. Хочется же поболтать, понимаете, и делать одновременно всё. Вот, я, девочки, не знаю, если у вас, я переворачиваю эту баночку, вот, если у вас такие сахара, посмотрите, на самом деле, я всегда как-то очень скептически к этому относилась, думаю, ну, вот же придумали, мы вывариваем варенье, но так, как я, храню абсолютно все варенья, видите, я ложечку специально туда вставила, потому что очень удобно у меня вот этот вот такой носик я купила, я его купила для своей помощницы, чтобы не мазать крышку, когда я что-то добавляю, его тоже для варенья, и есть еще большого формата, послушайте, надо будет мне еще, ну, и вот там, что осталось, это я сейчас, вон там еще немножечко осталось, это вот можно как раз-таки налить мою новую вазочку для варенья, кто не видел, сейчас покажу, вот такая распрекрасная вазочка, девочка, смотрите, там у меня сейчас инжировое варенье, ну, там чуть-чуть осталось, вот, и потом, когда остынет, я залью, представляете, какая прелесть, варенье естся совсем по-другому, с таким смаком, ну, вот, вы такие мелочи мои хорошие, я вам сегодня утром показываю, но вот это, я все люблю, это прям вот, мне очень все нравится, розовые, эти клубники, эти маленькие вареницы, не бедрами, понимаете, все это маленькими частями, ну, и вот я все-таки, у меня теперь идея, сделать немножко варенья, из розовых лепестков, с клубникой, смотрите, какой у нас распрекрасный стул, я в гостях у Иры, Ира моя уезжает, к своим детям, привет, Ирочка, привет, девочки, вот, она уезжает на целых шесть недель, потом она вернется, я уеду на шесть недель, поэтому мы сегодня пьем аперитив, вот так все ярко, красочно, но там кто-то кричит у нас за спиной, им же все равно, правда, что мы тут снимаемся, тут или что, вот, поэтому пожелаем Ире приятных каникул, и до скорейшего возвращения, мне ее будет не хватать, там у нее красивый стол, такой раздел, у нее посуда, посмотрите, какая шикарная, прям стоит у нее, там этот, это оливковое деревце в горшочке, о боже мой, боже мой, какая красотень, так что мы болтеем, у нас очень жарко, идут дожди кругом, во всяком случае, грозы, а мы уже помолились и сказали, нет, нам не надо, пусть мимо пройдет сегодня, посмотрите, как мы тут хорошо сидим, посмотрите, со свечками, Ира так красиво сделала, у нас вон китайские шарики какие-то, тут вот мы с Ирой отвели все, японские виски, японский бог, называется, французские мужья и русские жены, девочки, это нам Наташа тут, это, поют песню, француз, что у нас здесь, девочки, мы оказывается, попали просто на праздник жизни, у нас здесь только всякой еды, смотрите, Сильван просто самоочарование, у нас музыка тут какая-то зена, а смотрите, какие у нас бакалы, а вот как светится, сомбокальчик, красиво, о боже мой, Наташка трескает, хорошая, вкусная, дыня уже вкусная, Наташа принесла нам арбуз, короче, мы балдываем, арбуза мы должны дожить, да, сейчас еще, дотянуть надо до арбуза, если мы его порежем пополам, я думаю, ложка есть, у нас тут такой расслабон, ну не от спиртного, от музыки, от музыки у нас расслабон, Реми, что? Верой, ка мне, ка тебе оформить, по-демо, вообще, это не так, если бы, лэлю, 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 да, смотри, лэлю, и квиз, ка тебе, у тебя есть футанда, ворель, да, сейчас найду, сейчас принесу, квиз, сэнчур, ка, девчонка, всем девчонки и мальчишки всем доброе утро сегодня у нас какое 11 уже июня вот и я бегу в огород потому что можно попросила выкопать картошки уже у меня полилась первая линия с розами ведь у меня какие там прекрасные филаргонии я сейчас поменяю краны а сейчас смотрите обратите внимание кто у нас сидит на бортике бассейна это наша горлица распрекрасная они здесь живут парочкой они прилетают пить там вот возле нашего этого фонтанчика беги гоняет их конечно ведь насколько они такие они дикие но вот она же меня видят допустим или он и даже не пытаются улететь от страха и ну плохо что прилетают вот так на бассейн еще прилетают эти суйки они иногда какают просто на эти бортики вот какие мы тут красавчики сидим с утра я сегодня открою бассейн в конце концов я еще не открывала сезон вот то холодно то некогда смотрите какие здесь крупные яблочки вот на этой здесь чуть-чуть поменьше а вот на этом деревце которые очень сильно было поражено этой тлей вот она одной из трех здесь яблочки совсем мелкие вот и не знаю вырастут ли у меня просто прошлом году тоже когда я вообще упустила тлю вообще не было яблок то есть они там были потом они попадали и которые остались они так они развились и были никакие не могу сконцентрировать камеру но здесь вот это деревце было меньше всего поражено и яблочки здесь совсем другие так что попробуем яблочки так я сейчас поменяю линию нас вот такая вот система вот это вот это желтый шланг это вот тут полностью перекрывает сейчас вот у меня открытая линия которая возле дороги там розами поливаются а я открою сейчас господи хоть бы не навернуться другую линию который идет по периметру другой стороны вот это поливаются все там наши кусты вот это зеленое наше ограждение этот немножко чистила уже пиларгонию но вот сюда я не дошла точно вот моя хорошая послушайте короче работы как сюда полно но я не очень много вчера не работала или после обеда поработаем саду у меня вон опять полно клубники я кстати у меня получилось в не литр но так 800 граммов вареницы сварилась собственной клубники как говорится сбылась мечта идиота вот приду выдержу сегодня колокольчик его здесь вот видите они очень быстро отцветают можно было конечно их почистить но именно вот здесь я их уберу и вот у меня раскрывается посмотрите огромный букет мадмазы о это на бель романтика мияновская роза но подойдем потом после обеда солнце не будет так много может быть лучше снимется ну и конечно вот такой вот шикарный букет лили у нас уже тут есть представляется вот так что и иду я может она нам уже вовсю копает картошку хотя нам нужен а нет он в курятнике я вам говорю а что ты делаешь на солнце улеглась на солнце такая деловая и плохо потом от этого мне потом голова болит либо наша отцвела прискочав его пулика или девчонки вы смотрите у нас тут лилейники цветут ни с тобой ни с сего это мой муж посадил привез от этого от своей бабушки она там он может и помогает нам сад чистить я ж не знаю и вот она его наградила представляете как хорошо они взялись вот хоры несутся сейчас у них время несения ну тут можно прийти уже обрезать оставшиеся розы вот это грантвит заново перецветает она такая ну она такая все время цветет цветет но все равно надо их подрезать и вот и призывание здесь спросите мужа давно ли он их поливал вот такие дела все пойдемте в огород я говорю марису пойдем укапывать картошку смотрите лаванда лаванда у нас здесь зацветает ей здесь хорошо видите вот это вот уже это улитка это белая девочка это такая напасть вот для этих улиток нужны утки они их едят но дело в том что девочки утки смотрите мой морской муж он говорит да посмотрите как вот я когда-то во дня назад вам снимала кабачка ребята ширине куржеты девочки смотрите какие красивые кабачки огромные а вот это вот это тыквы быстрее вот это вот и вот так одна мускатная одна низа вот я покупала у них обе что фарузе рико мы лечу континю а смотрите кабачки практически можно собирать и цветов столько вот эту линию я сегодня берегу я со шлангой хорошенечко еще проню мне кажется они поливаются не очень хорошо ну тыквы так себе у меня в этом году девочка не выросли две-три тыквы не хватит тыквы для чего соответствует да 7ходит а то с alive пота нужно швы хотя жвы по в иправе да 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 всё Смотрите, какая красота Девочки, вот как тут подлезть с перчаткой У нас и земля вообще Неподъемная Тяжелая земля, конечно Тут еще и картошка Каким-то образом растет Смотрите, какая красотища Видели? Смотрите, какая картошка ровненькая Ты видишь, у нее есть хорошая форма Смотрите, это земля Я помню, мы первый раз пытались вырастить Но все мало Это было не много В прошлый раз было боль А там, это где? Это лето Уху 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 Ну Вот Сколько картошки Ну что, прекрасно Послушайте Нам хватит Вот У нас такая жара стоит 32 градуса Послушайте Послушайте Помидоры вообще не завязываются Нашла Нашла вот Две-три помидорки Я увидела Я не знаю Не завязываются Томаты Я думаю, что это тоже Игра вот этих Температур Что у нас Долго было Тепло Днем Холодно Ночью Помидорам это, конечно Не нравится Вообще Урожи Такие худые Помидоры в этом году Не нарастают Мои как вон заросли Все-таки А это же с одного Я же даже не выбирала Я брала все подряд Только что праздник сортов Немножко У нас уже лук Посмотрите Какой толстый Такой прекрасный Вот Артишоки Сегодня мы придем вечером В огород Я буду подвязывать Помидоры Морис будет все поливать Смотрите какие хорошие Артишоки И там вот у меня тыковка И вот здесь надо мне Попросить Морису Чтобы он мне вот это Прочистил вот эти травы Они сейчас это Зарастут И будут цепляться на брюки Мне тоже надо лук вот прополоть Девчонки я не знаю Когда мне это делать У меня совсем нету времени На это Артишоки пошли немножко Вот и после этого Зеленого удобрения Хочу сказать Ну и там у меня Маленькая эта тыковка По-моему это потимарон Ой Прям надо это Травы понимаете У меня на эти травы Не хватает сил Они же такие вросшие Вообще Обалдеть Ну вот Урожие тоже хорошие Куржетики Они такие Чуть поменьше Чем наши Ну вот я уже в принципе Тех два могла бы и сорвать Может быть Я вечером уже и сорву их И сделаю яичницу На ужин С этими Ну куржеты Куржеты это кабачки Девочки Запоминаете Вот А я такая Смотрите я такая Иду такая Это Как бы надо было мне Эта кошелка Послушается Для огорода Но они так дорого стоят Это 35-40 евро Это минимум Ну вот как отжалеть Этих денег Я не знаю Самое главное Что на рынках Да такие вот Которые виды гриней Эти башины Мне только однажды Удалось купить две Корзиночки Там женщина Продавала Они уже такие Были как покоцанные Вот А потом они у меня Все равно порвались там И теперь у меня нету Корзин ходить в огород Вот как жить мне после этого Расскажите пожалуйста Жасмин зацвел И посмотрите Какая прекрасная лилия У меня кстати лилия Которую я в этом году Заказывала Дорогие лилия Мне кажется Они вообще не все взошли Вот это вот из новых Сто процентов Здесь эта сидела Она такая будет Такая Кирпичного цвета Не очень красивая Вот И здесь вон одна там Сидит вообще не хочет Вылазить Лилия с лавандой Очень красиво Смотрится Посмотрите Здесь у нас это Квин Элизабета Роза за которую Я так переживала Которую получила Почти сухую А вон там он сидит Этот подарочный Слушайте Ну вообще Когда они что-нибудь дарят У них ничего не растет Такое впечатление Что они жалеют Это все Девочки Ну отцветают розы Здесь вот розы Жасмин забила Отцветают розы Клематис во всю здесь Смотрите Смотрите Как проявляется Я иду Хочу взвешивать Сколько у нас получилось Картошки Из двух ног Не соответствует Посмотрите Здесь Одиум Надо прийти в перчатках Обобраться Ой Послушайте Запахи Не передать словами Даже вот Сейчас начинается Зной уже Сейчас у нас Время такое Знаете Двенадцатый час Запах Вообще Обалденный А утром и вечером Когда выходишь Вот я когда выходила Первую воду включала Еще когда солнце Вот это не встает Как следует Солоном Вон мой Вьется Кто-то там мне писал Что Не будет у вас Солоном вьется А вот и вьется А еще сейчас Покажу кое-что Вот Вот Тут уже у меня Все девочки Морикюри обрезано Четыре сезона Я еще не начинала Резать Что-то у меня там Вода льется А здесь Надо мне Длинный этот Секатор Ну вот так вот Последние картинки Моего сада Ну как последние Еще подсветет Еще в июне будет У меня немножко цветов Но совсем мало Потому что вот Я просто не трогаю Розу Как только начнешь Вести ты увидишь Что она сыпется везде Вот И ты стрижешь Стрижешь там ничего не остается Ну уже Вон я вижу Уже Отсевшие эти Представляете Куда она пошла Какая Почва Почва Покровная Красотка Девочка Смотрите Муж сделал лестницу Вот эти вот Вот это вот Он Коршером Вымыл Вот эту нашу Террасу Которая здесь лежит И вот это уже Из новой плитки Лестинки Я ему говорю Господи если была у нас В запасе Вот эта большая плитка Да это конечно Берет время Перемыли бы все Переложили Она вот настоящая Такая террасная Ну он ее Когда клал Он ее Клал просто на песок Без цементной стяжки И поэтому у нас Много плиток Вот Потресканных Видите То есть Мы их будем заменять Я ему говорю Давай сделаем комбинированную Вот где больше Ходим Центр Оставим Вычистим Новые плитки А края Выложим Старые А края Вложим Он говорит Нет Он не дизайнер В голове Он не видит Этого рисунка К сожалению И вот Девочка Я сюда переставила свой Этот Элекрис Это Иммортель Бессмертник Вы знаете Хочу сказать Он у меня не такой Как я хотела Это совсем другой сорт У меня оказывается Возле за кухней он сидит Я думаю Что так похож Это такой знаете Как Этот Кюри Больше А я хотела Бессмертник Бессмертник Вот мы вчера видели Который я хочу Он такими большими Такими Пурышечками Шариками Желтыми А этот у меня Это будет раскрываться Такой как цветочек Это Это другой сорт Потому что его тоже Там около сорока сортов Вот Поэтому Это не то что я хотела Но вот Именно из этого Из этого Тоже сделано Масло Для Молодости Ну смотрите Мне Марис Марис тогда ее закрыл Но у меня тогда Начал высыхать Вот этот голубой цветочек А это Это конец как бы Этого провода Смотрите Что он мне поливает Ну он мне там Поливает немножко розу Вот Новая розочка Раскрывается У нас Красотулечка Ну мало роз Я хочу сказать Это такой какой-то Букетный сорт Потому что Я ее не вижу Эту розу То есть ее если стричь Допустим букетом Она будет Весь куст закрывать Но ее внизу Чем не стричь Ее не будет видно Ее если состригать букетом То только то Что пойдет выше Ну и начинает Мешать елка И кстати елка Что-то там желтеет Внутри Здесь много тени Становится Вот так что Моя хорошая Лапьер у меня Весь полностью обстричен Полностью обработан Подхватила Он опять Эту жавчину Что была в том году Вот он у меня У нас появляется Тут новые букеты Вон тоже какие-то Лилии будут расти Ну лилии мало у меня У меня раньше Девочка просто был Лилиевый сад Очень много лилии Стоили копейки На распродажах Я их столько много Покупала И они прям сами Вот это Размножались Эти прекрасные лилии И потом вы знаете Вот как они Размножались Так они у меня и пропали Ну видите У нас эти Кроты И крысята Живут В этих У меня в горшках Здесь Это они все поедают Теперь Ну крысята Мыши там Я ж не знаю там Они крысы или мыши Понимаете Вот Моя Маргарета Вот такая стоит Вся горенькая Ничего Она растет Весь лист был Полностью Весь лист больной Дуболистная Мало Мало цветов На дуболистной Девочки вот это Вот смотрите Кто это у нас Это кто это Колорадский жук что ли Ну я его сейчас Я раздавлю конечно Но это не знаю как он Это не колорадский Такой красненький Жандарм Нет это даже не жандарм Ну какая-то бяка И крематис Посмотрите какой красивый Вот Леонардо да Винчи Я уже наполовину Выстригла Потому что все Он начинает отцветать Девочки Ну вот Вот это все уже видите Все уже вот это цепится И вот у меня Очень много как бы Рогре Рогре это Соболезнование Скажем так Когда начинает Цветать мой Леонардо да Винчи Потому что ну потом Это будет просто зеленый куст Естественно что Это уже не то пальто Сперия прекрасно Цветет Просто прекрасно Цветет И как то в этом году Она выходилась Я все мужа просила И выкопать Потому что ей мешает Эта нандина Вот И конечно полностью Нужно стричь арку Но мне здесь нужна Лестница Потому что там вот Листочки вверху Это все надо вручную Обобрать И сразу же я буду И обрезать И сразу бутылочкой с собой Сразу обрабатываю Ну это хорошо На эти обрезанные Девочки Прямо эти Свой секатор Прямо я просто Палащу Просто мою Ну смотрите Как цветет щебушник У меня в этом году Против солнца не видно Какая красота Он мне наверное В этом году Первый раз Так сильно цветет Какой молодец У меня закачивается У меня закачивается Видео для вас Я только что его смонтировала После обеда Выставлю Видите Жасмин зацвел Сейчас я отойду Посмотрим на этот Жасминчик Пилар Гоши я позавчера Почистила Сейчас надо подкормить Девочки выбросила Все королевы Мне кажется я уже Наговаривала в каком-то видео Выбросила королевы Муж отвез на свалку Сжечь Столько Там ее Былокрылки Осталось у меня вот Вот два горшочка Но вот я не наблюдаю Былокрылки И еще один На скамейке Красный Все остальные Шесть по-моему Горшков выбросила Вот просто Даже сама не стала этого делать Сказала мужу Вот Здесь у нас Уже отсвела И моя Это черная Это жемчужина Уже отсвела И вот там вот видите Красная роза цветет Вот девочка Она вся в ржавчине Я вчера Две больших ветки Просто Просто отрезала И сразу сожгли Ну вот Не знаю что ей надо Ну и вот гортензия Девочка у меня Зацвела Не знаю как она Еще раскроется Больше нет Не очень крупная Ну видите Снова в этом горшке Конечно она очень мощная Но в том году Были огромные шапки Вот они сейчас У меня в доме стоят Я их засушивала Ммм Жасмин конечно Красавец Запах Такой Жасминово Сладковатый Он какой-то Красота Но это он еще не полностью Раскрыт Он вообще будет белым И надо мне подняться На это в спальню И снять вам вид Сверху Вся вот эта вот Крыша будет белая Распрекрасная Девочки Начала вылезать тубероза Послушайте Я ее чуть не выбросила Я решила что она мертвая Он его представляется Почти середина июня Благо что нет И здесь после После обеда здесь полностью Солнце 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 Надеюсь услышать ее запах Тоже мне О Муж Принимал душ Вынес Своё это Своё полотенце Подсушить А я поставила машинку Своё полотенце Бросила А его вот Осталось нестиранное Ну ладно Завтра постирается О Так что смотрите Девочки Наблюдаем Красивая Очень красивая фуксия Посмотрите как хорошо фуксия Прям цветет Да такое Прям это Так солнце по моему Смотрите какая красота Мощный Такой куст Ой Ей много лет уже Ей очень много лет Я вот ее стригу И оставлю в это В позапрошлом году Она вообще Мне перезимовала Благо что в прошлом году Я ее унесла В теплицу Потому что Она бы не выдержала Было очень холодно Вот Ну и второй У меня прекрасный Кустик Смотрите фуксия Совсем другой Вот в этом горшочке Пока я хорошо тоже Выписала Это вот новенькая Это мне которую В подарок дали На этом На брияне Посмотрите какая красота Хорошо Разрослась Тоже так Ну вот фуксиям Нужна только тень А тени Все меньше и меньше У нас Ну вот Посмотрели Мой Новый сад С меньшим количеством Рос Ну мне кажется Он все равно Прекрасный Здесь у нас Пеларгунья Тоже так хорошо пошла Красавица Красавица Я обожаю вот эти Вот эти Плющевидные Эти Как их называют Там вот тоже Она хорошо сидит На солнышке Ой Вот такие дела Так все Пошла взвешивать картошку Вот я поднялась На этаж Посмотрите Все шелковицы Закрывают все Уже ничего не видно Ой 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 розы уже Этот Американ пиляр Там Отцветают Надо их резать потихоньку И вот девочки Смотрите Жасмин же я хотела вам Так Как вынести из окна Так чтобы не Упасть на террасу Видите Какая жасминовая крыша Какая она прекрасная Класс От запаха И утром особенно Когда ставни открываешь Вообще обалдеть Красота Вот такие у нас тут Картинки масла Нандина Скоро зацветет Вот Мы там обедаем Каждый день Под этим тоннелем И я К сожалению Я очень мало Снимаю Друзья мои Очень очень мало Здесь смотрите Этот Карл Дон Надо срочно постичь Но это только муж Мне может сделать Станет на эту На лавку И он достанет Вот А там посмотрите Сейчас я вам так приближу Целая крыша Крематиса Тоже красотища Огромный такой Люблю я его Тоже много лет он сидит Вот одна нога не разрастает И ни за что А вот там посмотрите Сейчас Видите это большое дерево Да Вот это вот огромное На фоне неба Это вот тоже шелковица Вот у соседей Там мальчишка Там у него машина Если видно Стоит под ней Он уже чуть машину загоняет Пройти не может Они два года назад Это очень старинное дерево Они просто приехали Вот так вот раз Вот так вот Просто вот так вот обрезали Я его показывала Мы думали Оно не выживет Представляете За два года как наросло Вот что значит Корневая система большая Это вот в такие деревья гиганты Превращаются Надо сходить мне посмотреть За этой шелковицы У них вот видите Такой как бы пирамиды дерево уходят Что за дерево Это не липо у них случайно Пойду гляну Прямо сейчас А то забуду потом Девочки ну вот Звух кустов Тысяча семьсот пятьдесят граммов И я сейчас половину сварю И дерево я не сходила не сняла Потому что там соседи приехали Девочки я никак не доварю Это розовое варенье Вы знаете Оно у меня не получилось В этом году Я посмотрите Я сейчас уже добавила Вот этот сахар Желирующий Когда он начнет закипать Пять минут надо засекать И вот видите У меня будет желе Я вытащила листочки Потому что Ну у меня их Был килограмм И не знаю Может быть потому что Я его долго держала В холодильнике Передержала Короче оно Ну как Начинает горчить Я сегодня добавила Воды Потому что Ну у меня вообще Одни лепестки были Вот А как бы лепестки Одни розовые есть Но не совсем то Пахнет очень Пахнет розой Но вы знаете Мое желе Оно все таки С горчинкой Небольшой конечно Но с горчинкой И достаточно сладкое Поэтому я еще В конце добавлю Немножечко Лимоновый сок И в следующий раз Я буду делать Немножко по другому А здесь Девочки у меня Кипятятся Как их Арбузовые корочки С лимоном Захотелось Я хотела Порезала Эти все корочки Хотела отнести Курочкам Так посмотрю Сейчас огонь там Вот А они такие хорошенькие Послушайте Арбуз был вкусный Думаю дай-ка я сделаю Такое типа цукатов Ну выварю весь сироп Да Оно и проварится Видите Будут такие прозрачные Долечки с вареньем Такое вкусное Вкусное получается На вкус Вот Как-то мне вот этой девочке Все проще Чем варенье из роз Девочки Ну все Варенье мое готово Я его уже выключила Послушайте Для красоты Как бы съемок Принесла Букет из роз Здесь смотрите Девочки Это у меня пенка Я ее Послушайте Я ее съем Конечно Ну что Вот пенка Очень вкусная Она такая Знаете как Она уже Зажелировалась И стала такая Вот Такое знаете Как нежное Нежное Желе Которое Со вкусом розы Вы знаете Я У меня уже есть Одна небольшая идея Вот в этот сироп Если бы сейчас У меня были Свежие розы Когда Вот На пять минут Бросить Чуть-чуть Жменьку Этих розовых Лепестков Чтобы Они скажем так Заварились Там чуть-чуть И просто таким Как бы Ну чуть-чуть Были в баночке А так вот у меня Здесь будет просто Желе Ну послушайте Как бы ни было Это мой первый Эксперимент Я посмотрю Что из этого Получится Какое Что Как оно будет Ну я и по сахару Тоже этот первый эксперимент Делаю Это у меня какой-то другой Сахар Не тот Который я добавляла В клубничное варенье В клубничном варенье Вообще шикарно получилось Вот Зажелировался так Сок Чуть-чуть Такой знаете Не сильно Ни мало Ни это Немного Но здесь вот У меня Больше было сока Чем было написано В инструкции И уже достаточно Было сладкое Поэтому я как бы Вот тут Тут Только не тонуть Я как бы С сахаром Тут чуть-чуть Может быть И переборщила Вот так Аккуратненько Поэтому Желейного сахара Там не очень много Так что вот девочки Я сейчас вот так Закрою эти баночки Потом наклею на них Конечно же Этикеточки Такие маленькие У меня есть этикеточки Мне же не на продажу Вот И эти баночки Смотрите видите Как красиво получается Вот Я сейчас их переверну И потом я их буду ставить В холодильник В надежде Что вот это желе Посмотрите какое оно красивое Ой Все таки Чуть телефон не свалило Все таки станет Именно маленьким Таким желе Вот и готово Мое варенье Вернее Мое желе Из лепестков розы Лагуна И посмотрите Как красиво получается У меня баночки Заливала кипятком Поэтому Где-то у меня около Ну литр 300 Литр 400 Получилось Готового желе И здесь вот У меня пенка С остатками Которые я выскребла Варенье На кастрюле Послушайте На самом деле Посмотрите Как оно хорошо Желируется Вот И это очень-очень вкусно И ароматно Поэтому Я довольна Во всяком случае Вот такой вот у меня Первый эксперимент И конечно В следующий раз Я буду пробовать Еще что-то новенькое Это роза Не это роза Ну Завтра когда баночки Перевернутся Я сбегаю Сорву Настоящую розу Влагону Для фотографий Посмотрите Наш первый урожай Три кабачёвочка Помидорки Помидоры А бы что конечно И вырвала Попробовать Один лук Ну такой еще можно дать ему порасти Конечно Сейчас сделаю омлет Будем кушать Гарда, Сери Ну вот Девчонки Посмотрите Наш первый омлет У меня без селфи-палки Поэтому Я не смогу вам одной рукой Показать Как я буду его переворачивать Ну я не заморачиваюсь Я на 4 части Вот так Разделяю Здесь У меня девочки Молодой лук С зеленой Ботвой Три вот этих Маленьких кабачка И Яйца с молоком Будем все Вот так Переворачиваем Шикарный омлет На ужин То что надо Девочки Я рада Каслон Потому что ну вообще кабачки Я очень люблю кабачки Ну я сейчас тут навалякаю На всю свою плиту Которую не успеваю мыть потом Все ума и хорошие Так что можете нас поздравить Ой У нас начался сезон омлетов А еще девочки очень красивый омлет Тоже красивый и вкусный Можно сделать с картошечкой Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!